Народные танцы, театрализованные постановки, юмористические выступления – все это входит в программу концерта. Поддержать пациентов приехали студенты педагогического колледжа. Анастасия с подругами подготовили авторскую песню о войне. Она символизирует борьбу с болезнью, говорит девушка. Людям нужна какая-то радость в жизни, правильно? И мы как бы пытаемся подарить ее своим выступлением. Может кому-то будет в жизни более как-то радостнее жить. Это воодушевляет и дает немножко силы, я бы сказала, знаете, надежды и даже может быть больше, что все, нужно жить. Нужно жить, думать о жизни и стараться жить, на что бы то ни стало. Руководство предложило нам таким образом поступить, чтобы это был концерт с привлечением, чтобы слышали родственники, видели входящие, пациенты. И это будет слышно на все этажи отделения. Музыкальный марафон приурочен к Международному дню палеотивной помощи. Ее суть в оказании пациентам моральной и психологической поддержки. Цель вот этой акции – привлечь внимание людей для того, чтобы люди следили за своим здоровьем и обращались к врачу по малейшему поводу. Потому что на ранних стадиях онкология, безусловно, излечивается. Это ни для кого не секрет, но, к сожалению, по статистике на ранних стадиях выявляется не более 10-15% всех обонкобольных. Одним концертом в Донецке участники не ограничатся. Эти студенты планируют выступать в онкологических отделениях больницы в других городах области. Акция будет проходить несколько месяцев. Сергей Аганесян, Евгений Сысоев, Панорама.